Один день в Барселоне, а столько уроков жизни, и все это из-за транспорта, чего мы только не пережили. С побережья из города Калелья до столицы Каталонии удобнее всего добираться на электричке. И да, наш каталонский оставляет желать лучшего, но мы все-таки разобрались. Вообще, билет на одного человека стоит 10 евро, а если у вас поехала целая компания в 10 человек, как нас, то есть специальный билет, который на десятерых будет стоить всего 30 евро вместо 100. В электричке заняться толком нечем, и каждый развлекается как может. Но идеальное занятие здесь – любоваться видами. Мы, наконец, прибыли в Барселону. Культурный шок. Транспортная реформа налицо. Пробок нет. Добраться до любой точки Барса можно максимально быстро. Правительство ввело в несколько раз больше транспорта, чем было раньше. Трамваи, такси, автобусы и метро. Сначала мы поехали по старинке – на автобусе. Итак, мы купили билет на десятерых человек, и у нас получился вот такой чек. А сколько парковок для мотоциклов в Барселоне? И неважно, студент или бизнесмен, гоняют на мотоциклах все. Но, как нам кажется, оптимальный способ узнать город – воспользоваться велосипедом. Как мы узнали у местных, аренда отличного велика обойдется в 6 евро. Да и встретить такие пункты проката можно на каждом шагу. Таня заполнила бумаги и отдала паспорт. Без этого никак. Ну и все, купила. В смысле? А почему сиреневый? Я люблю сиреневый цвет. Я не буду кататься на сиреневом велосипеде, Тань. Ну, Кирилл, это твои проблемы, я буду. В смысле? Тань? Ну все, пока. Тань, мы вдвоем. Нет. Нет. Ну что ж, пока Таня уехала на своем сиреневом велосипеде кататься по улочкам Барселоны, я решил спуститься по землю и проверить барселонский метрополитен. Я так понимаю, что это карта, на которой обозначены все железные дороги. То есть это наземные, подземные, это метро, трамваи, электрички. Хочется посмотреть на город с другого ракурса, например, с воды? Легко. Мы решили прокатиться на корабле. Цена вопроса 14 евро с человека. Но здесь не обошлось без приключений. Стоило нам выйти в открытое море, как начался сильнейший шторм. К счастью, капитан развернул корабль обратно, и мы поплыли к берегу. Но на город, конечно, посмотрели. Бежим! Теперь об электричках. Здесь нужно быть готовым к разного рода сюрпризам. Их иногда попросту отменяют, без особых предупреждений. И такое здесь случается постоянно. Мы узнали об этом не понаслышке. И наш вам совет. Уточняйте все маршруты. Приезжайте заранее. Не стесняйтесь спрашивать у местных. Объяснят, как смогут. Катайтесь на великах и гуляйте, гуляйте, гуляйте.